Ребята, я не о политике. Послушайте меня. Когда властью был Борис Николаевич, он взял ракетку, чтобы показать, какой он, знаете, как тяжело играть в этот теннис, в этот настоящий теннис, большой теннис. Он играл, он показывал, что он сибиряк, он такой, раз он может играть в большой теннис, значит, он подходит на роли этого министра, уже президента. И стал, стал примером. И вся эта знать с животами, с прединфарктным состоянием, потому что, ну, то есть, они были наполовину все алкоголики. А попробуйте вы, если в стрессе только алкоголь выручал, потому что без алкоголя еще быстрее умрешь, чем ты будешь набираться вечерами, опустошая бутылку за бутылкой коньяку. Да, действительно. А тут одеваться некуда. И взяли теннисные ракетки. Не знаю, сколько из них продержалось, продержалось, сколько из них от эфартов попадало и скоро вызывали. Но это была мода. Вы еще не догадались о чем я? Вот. Когда пришел к власти Владимир Владимирович, он не виноват. Это такое окружение. Я был бы, носил бы часы на правой руке, сразу бы надели все на правую руку. Как будто так удобнее. Хотя на самом деле неудобно. Я про все неудобно. Но как показать? Я свой. Это нормально. Тут никакой политики. Это нормально. Я свой. Это показать. А еще, я не знаю, как относится президент страны. к здоровью нации, к этому самому, к этим самым, к воспитанию молодежи. Давай строить дворцы. Ну, щерб даже всему было. Много было таких примеров. Ближе все деньги уходили до дворцы. Ладно. Но это, по крайней мере, это осуждать трудно. А я-то предлагаю это теперь. Брят, и сейчас можно переучить этого президента. Вечных не бывает. Ни на что не намекаю. Вот. Царствует на славу, на славу нам. Я могу даже встать и спеть эту песню. Про царя храни. Вот. Ради бога. Ничего проходит мне не услышьте. Но всегда есть к этому конец. Приходит следующий. А следующий должен взять. Вот эту вот. Вот. И сказать. Нет. Никаких приказов. Никаких. Чтобы все эти чиновники не что-то. Только взять и показать, как он здорово. А это можно. Обращается с ножом. Как он сделал первую прививку. И у него пошло. А на второй, на третий год у него плоды невиданные в Москве. Ну, ясно, что столица наша родина Москва. Это можно. Вы представляете, какие сады будут, когда каждый чиновник будет вынужден не нажраться. Потому что, когда нажрался, руки трясутся. Научиться прививать. Потому что ученые будут вынуждены. Одно дело, эти самые же, то, о чем я рассказывал. Кастрация плюс искусственное опыление. Вот это то, что я считаю тупиком. Другое дело, когда берешь нож в руки. Это же так легко. Взял там это 100-200 раз. И вот, наконец, с одним движением. Да ножи какие. Невольная реклама. Хороший настоящий нож. Он, конечно, купит этот селингем нож. Потому что, что у него денег нет, нам доллары есть. Он может его купить. А кто попросил, вот этот купит. Вот. Уже сколько восхищенных этих получили. И вот, наконец, оказывается, это волшебство. Чтобы чиновник после работы не напивался, а пошел к себе же на дачу. Походил по саду. Посмотрел. А вот уже пленку пора снимать. Вы понимаете, о чем я? Ну, разговаривался. Ну, ругайте меня. Ладно, поехали дальше. Причем, заметьте, никакой политики. И царство на славу, на славу нам. Повторяю. Вот. Сафронов. Сейчас, секундочку, секундочку. Я быстро, 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 быстро. Угадайте с одного раза, кого я ищу. Александр Лебрик, Александр Алексеевич. Привет. Я все время забываю. Ай, не удержусь. Тут не удержусь. Вы знаете, я сам по себе полный ноль. Только благодаря вам, таким, как вы, что-то получается. Что я сейчас делаю? Сказать? Вот это называется. Публикация из СМИ. Я сейчас быстро, 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 быстро. Тут в основном тихий ужас. Ужас страшный, невыносимый. Но есть зато, смотрите, вот, это моя статья о голубеве, о великолепном садоводе, великолепнейшем. Вот. Но рассказывал, еще когда-нибудь расскажу. Это просто вот на глаза попался. Здесь эти самые люди, которые учат убивать деревья. Вот они. Они знают хоть об этом? Я не знаю. Знаете или нет? А вот случилось чудо. Смотрите. Я не буду идти, а вот видите, мою физиономию, видите, да? Вот. Я попал лучше автора у самого главного редактора, песника-садовода Ребрика. Я не могу, как у Змежева фамилию. Ведь этот человек прошел все мои семинары. Этот человек, который поверил мне, этот человек, который... Когда у меня поступила команда ФАС, он взял меня и начал печатать. Смотрите. Смотрите. А вот это. Вы представляете, какой ценный журнал был. Ну. Вот это Ребрик. Вот. Я ему благодарен буду. Наверное, я его последнее буду вспоминать, как и это. Уже там, на границе. Между двумя этими мирами. Вот. Жалко, что... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут понемножко показал. Это только чуть-чуть я зацепил. Сейчас, погодите, я еще покажу. Я не могу иначе. Я благодарен до такой степени. Знаете, как трудно быть одному. И вдруг меня поддержал авторитетнейший человек. Не могу удержать. Эти люди на глазах у всей страны убивают дерево. Александр, ты со мной согласен? Вот скажи. А, согласен. Знаешь, почему ты согласен? Потому что, если уже десять тысяч прислал на эти же фильмы, ты не можешь быть не согласен. Если они прав, если они лечат дерево, спасают дерево, растят дерево, значит, зачем ты десять тысяч прислал? Значит, ты со мной согласен. Ой, я уже на ты перешел. Да у нас многолетняя дружба. Может, простишь? Сейчас, 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 сейчас. Ой, что тут? Вот это все мы проходили. Это с какой злобой это все делается. А все ветки отрезать? Все. И считать, что она дереву это помогает. А она больное, несчастное, изувеченное. Все в грибах. Но это все мимо. Я просто не могу. Ну, не могу. Я-то, если вот так вот получается. Вот. Ужас какой-то. Тут еще. Ой, ладно. Я там, где поодиночке ваши, я пропускаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Мы еще не проходили Лассиен, как видите. А вот этому человеку я выслал свою книгу. Вот. Диски и аннотацию. Обратите внимание. В стране творится страшное зло. Но, внимание, вон из этих, которые, это, никогда поперек не пойдут. Это журналисты, это целый канал, который ничем не помог. Ни мне, ни вам, никому. О, сейчас, еще. Биология страшная биология. Вот. Тут, что-то только нет. О, ну-ка. Это ваше, это. Это единственный ученый, Павел Трануа, который меня поддержал. Вставляйте, железо умудрился, умудрился. Написать. А вы что опубликовали? Александр Алексеевич, извините, я ерничаю. Как вы посмели напечатать постулат номер два железа? На земле изначально росли культурные сорта и виды, посредствия из-за природных катаклизмов одичавших. Как вы посмели? А? Я, я все время забываю спросить, какое у вас образование? А Павел Трануа взял, поддержал. Единственный в Москве, московский ученый. Вот его статья. А вы напечатали поддержку железа. Ну. Книгу рекламируйте. Мою с Курдюмом. А вы знаете, что? Как вы оказались по эту сторону баррикады? Ведь Курдюмом же, это, Курдюмом оказался нас, а я не знал, что меня уже знают. Я не знал, что я этот самый еритик. Я не знал, что, ладно, меня, но когда Курдюмом написали общую книгу, долго мы с ним воевали, долго над каждым этим работали. И когда наши фамилии стали рядом, он оказался неугоден. Его посчитали предателем. Вы представляете, как он мог вот это все, вот это все поддержать, написать своими еще словами Курдюмом, еще своим талантом. Вы понимаете, что это еще надо было так донести до людей? Вот. И вдруг, вот вы, вот он, ребрик, и вот она книга. Вы представляете, какую у меня поддержку оказали? Чувствовать себя изгоем. Думаете, легко? Постулаты северного садоводства. Как можно было? Я до сих пор понять не могу. Ведь никто не решился. Туманом не решился. Да, подарил мне книгу свою, личную, со своей подписью. Да, подарил мне под 15 тысяч рублей в качестве этого подарка, приза. вот, спасибо за ваши публикации. А когда поступила команда ФАС, ко мне позвонил зам главного редактора крупнейшей газеты, не буду называть, извинился и сказал, Варик, мы больше не можем печатать. А крупнейшая газета, еще раз, Толока, белорусская, которая с огромными тиражами печаталась, Белоруссия, белорусская газета, вот, в России, в Украине, в Казахстане. И там главный редактор приказал запретить 50-й железу. Вспоминаю. Только Ребрих, вот он. Ну, это уже из другой оперы. Давайте еще поищем. Ну, это все. Смотрите. А вот это, ну ладно, это вы видели. А вот это, а вот это, вот это. А вот. Дальше пошел Мичурин. Еще не все. Мне захочется похвастаться, только хочется, только хочется. А? А? Моя работа. А это уже не мое. Ну, и так, нет, все равно. Мне кажется, я какой-то целый пласт пропустил где-то, а не на руках. А вы знаете, что мне скажете? Вот, а вы на это надо на следующий вебинар я столько пропущу, где-то, знаете, когда вот это детям, школьникам, сопливым, вот это вот, вот это вот, вот это вот, вот это, вот это, вот это, падла. Вот разве можно вот это все утешить? Что они поймут в этом? Что они вынесут со школы, кроме ненависти? Ну, что? Что я орую? А вот это можно, да, а вот это можно. Вот. Пускай, калечит, пускай. Никто, никогда, никто не вмешается, никогда не вмешается. Ну, еще немножко. Ну, не могу я. Вот это мы еще будем проходить. Вот она, ваша работа. Граждане Ребрик. Я имею в виду гражданин с большой буквы. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Вот это. еще хватит. Это все вы печатали. Вот оно, та самая. вот он весик. Спасибо вам. А вот это, то, что это, антиподы. Подлейшая вещь, подлейшая. Два миллиона просмотров, подлейшая. Вот надо было, как деревья растить. Ну, что, высказался, вырвался. Читаем. Я не знаю, никогда у вас день рождения, никогда у вас юбилея. Я просто говорю, если бы вы знали, какую роль в моей жизни вы сыграли, если бы вы знали, как трудно жить в тупике в этом таежном, когда мои же друзья, такие же, как я, строители, вот, представляете, латинком гений. Заслуженный агроном, по, по Фрейду, заслуженный методом. Представляете? Продолжение следует...